Мошенники в сети и в жизни. Правоохранители и службы безопасности банков бьют тревогу. С начала этого года в Чувашии на уловки злоумышленников попались более 300 человек. При этом найти мошенников и вернуть деньги удалось менее чем половине пострадавших. Избежать потерь можно, если знать преступные схемы и сохранять бдительность. Покупки-продажи через интернет, безусловно, удобно, но рискованно. Именно через сеть мошенники находят своих жертв и совершают основную массу бесконтактных хищений, выражаясь языком правоохранителей. На что ведутся граждане? На что товар имеет низкую ценность? Те же самые, грубо говоря, сотовые телефоны, которые в магазинах стоят по одной цене, они находят объявление, где цена занижена в 2-3 раза. И здесь, прежде всего, должны руководствовать здравым смыслом. Сценарии могут быть разнообразными. Вам звонят или пишут сообщение, родственник попал в беду. Или вы выиграли приз. И просят вас немедленно перевезти деньги. Другая история, когда представляются сотрудниками банка или другими официальными лицами и пытаются вызнать номер вашей карты, пин-код, просят подойти к банкомату, проверить счет и назвать код для совершения операции. Банку нет необходимости запрашивать реквизиты какой-то там карты, пин-кодов и прочих-прочих иных каких-то сведений, паспортных данных и так далее. Потому что вся эта информация в банках имеется. То есть любой вопрос, который касается ваших персональных данных, реквизитов ваших карт, номеров, телефонов вашего и так далее, возникает у абонента, который вам звонит, соответственно, это уже должно вызвать у вас подозрения. Специалисты рекомендуют правило «четыре глаза» совершать любые финансовые операции вдвоем, а не в одиночку и перепроверять любую информацию несколько раз, будь то покупка через интернет или тревожное сообщение от родственника. Ирина Волкова, Олеси Русакова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова